Приветствую вас! Я думаю, что для начала нужно выяснить смысл вашего вопроса. Так что вот вы пишите, что муж выпивает, не изменяет. Что делать? Что делать, чтобы что? Это ключевой момент. Что делать, чтобы что? Если муж начал выпивать, это муж начал менять, значит, имеют место быть какие-то конфликты, имеют место быть какие-то проблемы между вами. Это означает, что ваше поведение, в том числе, приводит к этим самым конфликтам. Ваше поведение приводит к этим самым моментам. Ваше поведение, как бы, знаете, как кирпичики, да, такие, выстраивает всю вот эту вот целостную картину того, что происходит. И поскольку, ну, совершенно очевидно, да, что нужно желание человека, это вам скажет любой, вам нужно, в первую очередь, взять на себя ответственность, свою ответственность за то, что происходит именно с вами, именно у вас, именно в вашей вот ситуации, понимаете? Нужно взять ответственность вам за это и посмотреть, а что же я делаю? Что же я делаю такого, что мой муж, вот, пьет не от меня? Первое. Второе. Если муж это делает, а вы терпите, а вы натурально терпите, то возникает логичный вопрос. Так а почему ему не делать этого, если вы терпите, если он, значит, у него есть алкоголь, у него есть любовницы, и у него есть еще и вы? То есть зачем что-то менять? Какой смысл, какой мотив вашему мужу что-либо менять и делать? Зачем? Что он от этого получит? Что он от этого выиграет? Да ничего. Из этого он не выиграет абсолютно ничего. И вот это является также ключевым моментом в данной ситуации. Понимаете, какая штука? И, собственно, все. То есть вы либо корректируете свое поведение, вы либо изменяете свой подход к мужу, вы либо берете ответственность, вы либо выходите из состояния жертвы, в котором вы сейчас находитесь, либо не меняется просто-напросто ничего. То есть все остается просто вот как было, ну вот как было. Остается просто как было и все. Понимаете? Какая штука. Поэтому я вот хотел бы вам спросить, собственно, в чем здесь ваш вопрос? В чем он заключается? Что из себя представляет ваш вопрос? Почему вы задаете этот вопрос, да? В принципе. Вот это вот очень важная история. Это очень важный момент, на мой взгляд. И как бы здесь важно вот в этом всем разобраться в первую очередь. Ну разбираться в первую очередь. Вот. В принципе такая вот история. Я понимаю, что вам приятно, понимаю, что вам тяжело, но зачастую, зачастую, вот если мы здесь отряемся на психологическую теорию, то зачастую именно действия близких людей толкают тех, кто пьет, да, и так далее, вот туда, в ту сторону. То есть понятно, что изначально у них уже есть какой-то вот такой заряд, у них есть какая-то вот установка, да, у них есть все жизненные сценарии. Вот. Но как бы люди подталкивают, их близкие люди и так далее. То есть опять же есть такая психологическая игра, ну да, это алкоголик. Можете почитать про эту игру. Она описана в интернете у Берна достаточно хорошо. Вот. Дальше. Дальше. Очень важный момент заключается в том, как вы видите помощь. То есть вот ваш вопрос звучит так. Мой муж часто выпивает, мне изменяется, что делать, помогите. Как вы видите помощь? Вот здесь и здесь и сейчас. То есть вы правда считаете, что вы можете прочитать или прослушать какой-то, какой-то, ну, текст или прослушать аудиозапись, и это поможет вам исправить ситуацию, которая образовалась. Нет. Здесь нужна именно работа с вами. Здесь нужен диалог. Нужна психотерапия. Психотерапия ваша, потому что вы, скорее всего, находитесь в состоянии созависимости. Созависимость это ваша проблема. И, в первую очередь, психотерапия на вам, потому что вас не устраивает то, что происходит с вашего мужа, потому что дело все устраивает. Вот. И вот перестав быть созависимым, перестав быть созависимым, созависимым, вы можете изменить свое поведение, которое возможно изменить вашего мужа. А может быть и не изменить? И тут, опять же, никто этого как бы не знает. Вот. Дальше. Последний момент, который я хотел бы вам, значит, ну, выразить, да? Значит, это то, для чего вашему мужу, вот, именно, зачем? вашему мужу бросать в пить, например. То есть, почему он должен бросить в пить? Как вот, по-вашему? Почему он, почему он должен это сделать? Почему он должен бросить в пить? Вот. Ну, опять же, именно исходя из смысла того, что вы спичите. Вот. То есть, какой ему смысл, вот, какой у него мотив должен быть, по-вашему, бросать в пить? То есть, что, бросать из меня, так. То есть, какой-нибудь мотив человек, мотив у него. Если мотива нет, изместимого нет, то что изменишь тогда? Вот именно на создание мотива, с одной стороны, на обретение вашей личностной целостности с другой, и будут направлены действия, значит, ну, действия, со стороны, со стороны психологов и со стороны помощи вам. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.